Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня буду читать послание к римлянам восьмую главу. Очень сильная глава, я так благодарен Богу за эту главу к римлянам. Первый стих. Я его принимаю и говорю, ты мой господин. Это так важно. Это так важно, чтобы мы знали, что нас только Господь принимает. В нем мы можем жить. Конечно, нам надо жить со всеми людьми в мире. Со всеми, где получается. И любить людей. Но только Он дает нам вот это право сказать, что нет осуждения нас. Почитаем римлянам 8, 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Да, мы живем не по плоти, но по духу. Но я удивляюсь Павлу. Вот он мог римлянам сказать, вы живете не по плоти, а по духу. Да кто там в Риме жил, как они жили, знал ли он всех, он там их и не видел. Но он пишет им так. Почему? Потому что Дух Божий через Павла мотивирует всех людей. Те, которые приняли Христа, чтобы они не сомневались, они теперь живут по духу. Потому что Дух Божий их родил. Мы рождаемся только через Духа Божьего. И когда Он тебя родил, ты принадлежишь Ему. Даже если что-то в жизни не так, потому что если что-то не так, я же опять могу просить у Бога прощения. И Он меня всегда любит, потому что я Его дитё, так же как и у мирских родителей. Если ты извиняешься, ты продолжаешь быть Дитём Божьим. Десятый стих. Если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Вот так смело Он говорит этим людям, ваше тело мертво для греха. А кто-то из них может что-то делать, что не угодно Богу. И Он слышит эти слова. Да, я же мертв для греха, я живу для Господа. И Он снова и снова с новыми силами живет. И Господь дает эту силу. Потому что те, кто приближается к Богу, Он приближается к Ним. И наша задача не выходить из общения с Ним. И постоянно находиться в Нем, в близком общении. Написано, ибо все вводимые Духом Божиим суть Сыны Божии. Да, Дух Божий ведет. Он тебе говорит, иди, и ты идешь. Тебе дает такие мысли. Даже молиться за кого-то. Ты думаешь, почему я за Него должен молиться. А тебе потом узнаешь, что именно в этот момент ему трудно. Или Он тебе подсказывает, неправильно поступил. Надо извиниться. Водимые Духом Божиим. Те, которые не водимые, их не трогают. Они идут чуть ли не по трупам. Их не трогает ничего. Потому что они не дети Божьи. Их Дух Божий не ведет. Он им не подсказывает, что ты не прав. Они живут в своем, так сказать, каком-то направлении. Даже называют себя верующими. Но это все другое. Дух Божий ведет. Он ведет нас в смирение. Он ведет нас в любовь. Он ведет нас той дорогой, которой шел сам Иисус Христос. И 16 стих. Для меня это такой дорогой стих. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Да, не человек. А Он сам Дух Божий. Никто нас не принимает ни в какую церковь. Он принимает нас. Конечно, есть организации здесь на земле. И надо где-то принадлежать, может быть, кому-то. Но нам надо принадлежать Ему. На небесах есть книга, куда нас записывают, наши имена. И это так важно знать. Пусть Господь поможет. Действительно, не зависит от мнения людей. Один пойдет и скажет, ты не дитя Божие. Но если я дитя Божие, то кто мне может отнять то, что мне сказал сам Дух Божий? И Он свидетельствует нам. Он нам говорит. И вот, я не знаю, 8 глава 24-25 стих. Для меня такая надежда, такая помощь. Он говорит, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему надеяться? Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Мы спасены в надежде. То есть, вот случилось у человека. Вчера я посетил человека, который упал. Я знаю, что он молится, он просит у Бога прощения. Он так переживает. Радость покинула его, потому что грех втерся в жизнь. Ну, Господи, помоги, мы молимся. Я вижу, как он встает, как поднимается. Потому что Господь его сделал детем и омывает, очищает опять с собой. Потому что он заплатил за все грехи. Заплатил один раз. И теперь нужно опять поверить и верить. И если я в этот момент думаю, Господи, я же пропадаю. Я спасен в надежде, потому что я опять прихожу. Это так важно знать людям, что Господь тебя любит. Он любит ты тогда, когда ты замарался. Он любит тебя всегда. Он заинтересован в твоем спасении. Он заинтересован в том, чтобы ты был всегда с ним. И последний стих, который я еще сегодня прочитаю, это 15 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Но приняли духа усыновления, который взываем А во очи. Не знаю, многие из нас, кто не имели такой большой любви с отцом. Или где-то были, может, разногласия. Не знаю. Знаю, что много людей сегодня таких, которые не испытали настоящей отцовской любви. И вот они приходят к небесному отцу. И видят в нем поток любви, источник любви. И они говорят ему, А во очи, мой любимый отец, мой папочка, папочка. И если это из сердца идет, то это ведь то, что нас совершенно меняет. У нас есть отец, и мы можем такие слова говорить. Я не говорю о тех людях, которые все могут повторить, как попугай. Нет, о том, когда оно выходит из сердца, из глубины. Я говорю, папа, папочка, пожалуйста, мой любимый, я люблю тебя. Это так сильно. Мы его дети. И он дает нам это право так с ним обращаться, так к нему обращаться. Ибо он наш Бог. Слава ему за это в голову и за его любовь к нам. Слава ему за это в голову и за его любовь к нам.